В Тверской галерее пейзажа имени Ефрема Зверькова открылась выставка под названием «Три поколения. Классический пейзаж и рисунок». В числе первых посетителей была и наш корреспондент Наталья Чекет. Дом на Пушкинской 6 объединил художников разных поколений. Их работы посвящены 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Особое место на выставке занимают картины народного художника СССР Ефрема Зверькова, творчество которого известно как в России, так и за рубежом. Годы войны молодой Зверьков провел на фронте и за это время желание стать художником только окрепло. А родная Тверская земля стала главным источником вдохновения. Ефрем Иванович Зверьков, фронтовик, он прошел войну от первого ее дня и до победного мая. И выбор профессии его был продиктован тем, что увидев вот эти тяготы военные, увидев гибель своих товарищей, он дал обет. Если выжим, то стану художником и буду писать нашу прекрасную землю. Народный художник России Людмила Юга готовилась к серии графических листов Ржев, помним, основываясь на исторических материалах. Благодаря поддержке единомышленников накануне удалось посетить город воинской славы. В одном из музеев сильное впечатление произвела экспозиция, составленная из личных вещей солдат, погибших под Ржевом. И мы провели время в музее и посмотрели на фотографии тех лет. А самое главное, когда прикоснулись к этим письмам, треуголкам, увидели все эти человеческие отношения, переживания. И поэтому у меня вот родились вот эти вот четыре листа. В свои 18 лет Евгения Крылова к теме победы в Великой Отечественной войне подошла вполне осознанно. Источником вдохновения стала история ее семьи, рассказы и воспоминания о дедушке. Я почему-то сразу же подумала про дедушку. Я дедушку своего как такового не знала. Но почему-то такая ассоциация сразу же с войной идет. А внук, ну как бы соединение поколений, старшее, младшее. Дедушка рассказывает про войну, а внук сидит с этими на плечах. И такая легкость в работе, море сзади. Эта выставка уникальный материал, которым необходимо поделиться с молодым поколением. Уверены организаторы. Поэтому, начиная с сентября, в галерею будут приглашать школьников на экскурсии. Ну, будет очень интересно, чтобы они посмотрели, как работали великие мастера и как работают их сверстники сегодня. Тем самым, может быть, мы привлечем дополнительных учеников в школу изобразительного искусства. Таким образом, у галереи есть все шансы стать интересным образовательным центром для детей и взрослых любителей искусства. Местом проведения профессиональных мастер-классов.